Добрый день, меня зовут Татьяна Асаевич, мы сегодня на канале про цветок, и мне хотелось бы сегодня поговорить о кустарниках. Есть растения среди кустарников, которые стабильно декоративны, просты в уходе и радуют нас своими красками в течение всего сезона и даже зимой. Я говорю о гортензиях. В настоящее время насчитывается около 20 видов и около 70 подвидов гортензий. Но некоторые источники указывают, что их намного больше, я склоняюсь к этой версии. Но мы используем в наших садах в основном 3-4 вида. Это лианы, к ним относится черешковая гортензия. Она у нас есть, но она не так быстро нарастает и не достигает той высоты, которую она достигает в более благоприятных для себя климатических условиях. Там она вырастает до 10 метров, у нас примерно 3 метра. Ну, может быть, было бы и больше, у нас опора не позволяет расти дальше. Нарастает она очень медленно, и мы немножко неправильно посадили ее на солнце, она немножко подгорает. Хотя цветет, уже набрала мощь, но растет она у нас уже лет 15, высота примерно 3 метра. Сейчас она уже дает большие шапки цветов, достаточно декоративно, но один сорт, один вид и все. Как бы нет такого большого разнообразия. Большее разнообразие наблюдается в гортензиях садовых или крупнолистных, гортензия гидрангия макрофила. Но, опять-таки, это довольно хлопотное растение. Многие жалуются на то, что эти гортензии – красивый кустик, зеленые листики, все, казалось бы, замечательно, но, увы, не цветет. Почему? Чаще всего потому, что гортензии, особенно крупнолистные, особенно старые сорта, цветут на побегах прошлого года. И если побеги эти обмерзают, то цветение на следующий год вы не дождетесь. Нет, она не погибнет. Она будет декоративная, она будет красивая, но цветов не будет. Сейчас есть новая серия крупнолистной гортензии «Эндлисаму» «Бесконечное лето», которая цветет и на побегах прошлого года, и на текущего года. Но, если вы вовремя эту гортензию не укрыли, она зацветет очень поздно. Вот у нас это произошло в прошлом году, мы довольно поздно укрыли, она попала под заморозки. Красивый зеленый кустик, цветов нет. Укрывать ее довольно хлопотно, я бы сказала. Эту гортензию лучше использовать как контейнерное растение. Если вы хотите как садовое растение, значит, нужно серьезное укрытие. Ну, поближе к осени, возможно, можно будет это показать. Наиболее простая в уходе гортензия древовидная, гидрангия арборесцинс. Вот одна из представителей этой гортензии. Мы все знаем гортензию аннабель. Она есть у всех. Большие белые шапки. Это новый сорт, хаэс старбурст. Посмотрите, у нее такие пирамидальные соцветия, куполообразные немножко. И крупные, звездчатые, махровые цветы. Мы, к сожалению, плохо за ней ухаживаем. Она у нас голодная, я бы сказала. Вырастает она до метра, то есть высотой она будет немножко побольше. И цветы покрупнее. Гортензия супернадежная. Укрытие никакого не требует. Цветет стабильно. Единственный недостаток. Ветки не очень прочные. Трубчатые ветки у всех древовидных гортензий требуют опоры, как правило. Вы видели, простая гортензия аннабель. Она склоняется. Очень часто куст разваливается. Вот в этом ее, пожалуй, небольшой недостаток. А так, растет на любых почвах. Растет и на солнце, и в тени. Но аннабель, мы заметили, на солнце растет. Но в тени, когда она у нас росла даже в глубокой тени под забором, она не так подгорала. И шапки были крупнее, и цвела лучше. Ухода за ней особенного не нужно. Растет она на любых почвах. Вредителями она особенно не поражается. Подкормка, конечно, не помешает. Как и всем растениям, они все любят покушать. Весной – это комплексное удобрение с преобладанием азота, но без фанатизма азот. А вот уже во второй половине лета, как и все растения в саду, это азот исключается, калий, фосфор. Но есть еще несколько, причем сортовой набор древовидных гортензий не так уж велик. Их не так много. И селекция немножко тормозит в этом плане. Есть еще несколько гортензий древовидных у нас. Я их покажу. Но на самом деле сорта разнообразия не так велико. И вот Пинканабель. Сейчас говорят, я читала, что есть новый сорт Пинканабель 2. Но пока в продаже я ее не видела. Значит, гортензия всем хороша. Ну, во-первых, вы видите, вот середина августа, и соцветия начинают уже немножко выгорать. Вообще они должны быть до 30 сантиметров. У нас не достигает такого размера. Ну, во-первых, плохо кормим. Это есть такой недостаток у нас. А во-вторых, надо, конечно, регулировать обрезки. Если много мелких веток, цветы никогда не будут крупные. Ну, и еще один недостаток. Она после сильных дождей, гроз, таких с ураганом, с бурей, она разваливается. То есть она нуждается в опоре. То есть малое количество веток, хорошая подкормка, удаление старых соцветий. Ну, то есть нужно похлопотать. И это... Но в плане зимостойкости никаких укрытий не требуется. То есть вот она вот так растет. Мы ее не прикибаем, не укрываем. Ничего абсолютно с ней не делаем. Это гортензия древовидная. Но и самый любимый вид гортензии для меня – это гортензия метельчатая. Вот тут есть где разгуляться селекционеров. Каждый год появляется огромное количество сортов. Один другого краша. Но мой, например, любимый сорт, несмотря на то, что это далеко не новинка селекции, год селекции 2006-й, но сорт это непревзойденный. Итак, гортензия метельчатая. Ванилла Фрайс – одна из моих самых любимых гортензий. Посмотрите, какие огромные шапки цветов. И это еще не предел. 40 сантиметров и больше. Игра красок потрясающая. Посмотрите, как хорошо держит форму. Цветет довольно долго, до трех месяцев. То есть она начинает свести в конце июня, начало июля, постепенно меняя цветы. Действительно, к концу августа, начале сентября это будет настоящая клубника со сливками. То есть ярко-малиновые соцветия. И остается белая красивая верхушечка. Вот такие гортензии, они очень хороши. Мы знаем, что в гортензиях паникулятах, метельчатых, есть два вида цветов. То есть это цветы стерильные и цветы фертильные. Фертильные – это те, которые завязывают семена, а стерильные, которые семян не дают. Но стерильные цветки, они очень крупные. Они служат для привлечения пчел, бабочек, для привлечения опылителя, ну и садоводов, конечно. А стерильные цветки, они маленькие. Так вот, чем больше стерильных цветков, тем пышнее соцветия метельчатые гортензии. Это не значит, что другие гортензии плохи или некрасивы. Просто их назначение разное. Там для посадок, где больше стерильных цветков, более рыхлые, более ажурные, более воздушные соцветия, они, возможно, больше подойдут для садов в природном стиле. Есть просто любители таких гортензий. Но все-таки наибольшей популярностью пользуются вот такие соцветия, плотные, набитые. Эта гортензия совершенно не сложна в уходе. Самое главное – не забывать об обрезке. Но есть разные мнения о том, когда и как обрезать. Причем она может быть декоративной зимой. Если кому-то нравятся сухоцветы, мне не нравится. Я их обрезаю. Во-первых, они пожухлые, и я не считаю их особенно декоративными, но это дело вкуса. А во-вторых, если сильный снег, вот эти шапки с большим количеством снега, они могут ломаться. Поэтому на зиму я убираю эти соцветия. Просто убираю. И обрезку на этом я заканчиваю осенью. Обрезаю я их рано весной. Лучше всего это делать как можно раньше, до начала сокодвижения, чтобы она не плакала, как береза у нас, когда мы ее пораним. Обрезать можно по-разному. И обрезкой можно формировать количество цветов, их размер и даже сроки цветения. Если вы любите крупные цветы, их надо оставить немного. Надо оставить 5-6 крупных веток. Вот эти боковые ветки, я в следующем году ее уберу. Она уже стареет, и я в следующем году эту ветку уберу. Там еще одну ветку я уберу. Я оставляю действительно 5-6 веток. Обрезаю буквально на 2-3 узла. И тогда она цветет достаточно рано крупными, большими шапками. Хотите весь куст в цветах? Они, конечно, не будут такими крупными. Тогда оставляйте больше веток. Соцветия будут помельче, но цветов будет огромная масса. Уход за ней прост. За гортензией метельчатой. Полив, но правда тоже без фанатизма. Застойное переувлажнение не любит ни одно растение. Но поливать нужно, особенно в сухую, жаркую погоду. Обязательно подкормки. Вот с подкормками надо помнить о том, что метельчатая гортензия не любит слишком много азота. То есть вы берете пачку с удобрениями и читаете состав НПК. То есть азот, калий, фосфор. Так вот, для весенней подкормки необходимо, чтобы азота было 8%. 10% – это критично. Больше 16-20% – это уже плохо. То есть азот нужен гортензии только для того, чтобы стартануть, набрать зеленую массу. Не перекармливайте ее азотом. Во второй половине лета, уже начиная с середины июля, азот мы полностью убираем. Теперь нужен калий и фосфор. Укрытий, как я говорила, она никаких не требует. Все кусты на зиму и гортензию в том числе мы хорошо проливаем. Даже если стоит дождливая погода, ну, как правило, это бывает ни о чем. Попробуйте копнуть землю, а на сантиметров 5 она сухая. Мы все равно проливаем все гортензии и все кусты в том числе. Ну, хорошо замульчировать приствольный круг, причем хвойным опадом, торфом, не навозом только. Любым мульчирующим материалом она хорошо перезимует, лучше сохранит влагу. Ну и, пожалуй, все. Больше никаких особых претензий она не предъявляет. Вот вы видите, ветки прочные, цветет почти 3 месяца. Разнообразие сортов настолько велико. И сейчас выходят новые сорта, которые подчас даже трудно отделить друг от друга. Они настолько похожи. Вот ванилу не спутаешь ни с чем. А есть целый ряд сортов, которые, ну, не знаю, надо быть уж очень огромным специалистом, и то перепутаешь. Ну, вот еще один сорт, который очень мне нравится. Тоже не новинка селекции, но, тем не менее, он не теряет своей актуальности. Этот сорт называется Polar Beer. Полярный медведь. Зацветает он белый, слегка зеленцой. И когда наступает холода, чуть подальше туда он все равно розовеет. Ну, понятно, что образуются антоцианы, хлорофилл разрушается, и все гортензии так или иначе приобретают какие-то розовые оттенки. Высота этой гортензии примерно метр двадцать. Ширина примерно такая же. И вот тут хорошо у меня сидят несколько кустиков посаженные. И очень хорошо видно, как по-разному они обрезались, и как по-разному они себя в результате этого цветут. Вот здесь я не обрезала кардинально. Оставила много таких не очень крупных веток. И видите, соцветия тоже небольшие. По идее их надо было бы убрать, но мне хотелось поэкспериментировать. Кстати, не бойтесь обрезать, режьте. Растение гортензии настолько пластичное, настолько благодарное, что как его не обрезай, оно все равно покажет всю свою красоту. И вы можете разнообразить не только количество, и размер соцветия, но и сроки цветения. Даже можно на одном и том же растении сделать методом обрезки так, что она будет цвести в разное время. То есть оставляете два-три междоузлия, она зацветет достаточно рано. Ну, вернее, она зацветет в средние сроки. Чтобы она зацвела еще раньше, вы просто уберете шапки цветов. Она зацветет очень рано. Если вы хотите, чтобы она цвела в разные сроки, допустим, на одном и том же кустике, можно обрезать в конце апреля и потом еще обрезать в мае. И она растянется в ее цветение на более длительный период, то есть будут зацветать все новые и новые соцветия. Ну и вот вы видите, что вот в этом кустике много небольших, не крупных веток, но много. А вот следующий куст я обрезала немножко по-другому. Я в этом году кардинально удалила все старые ветки. Оставила только молодые и сильные. Посмотрите, вот тут осталось буквально раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну и седьмая просто пожалела. Ее бы по-хорошему тоже нужно было убрать. И посмотрите, какие молодые, какие крупные, крепкие побеги она выгнала. И вот она еще набирает силу. А посмотрите, какие крупные соцветия она образует. И если я в следующем году ее обрежу пониже, она даст огромное количество вот этих шапок цветов. Ну и сейчас посмотрите, какие. Ну просто вот это еще не максимальные их размеры. И гортензия хорошо обрезана, но не покормлена, увы. Поэтому она не показывает всей своей декоративности, но все равно видно, какой красивый яркий сорт. Итак, это полярный медведь. Один из моих любимых сортов. Ну и вот еще один из моих любимых сортов. Называется он Magical Flame. Кстати, посмотрела на цветочки и увидела такие, видите, желтые пятнышки. Вот и вот. Забыла еще один из приемов агротехники упомянуть. Обязательно в начале весны и как профилактика. То есть не тогда, когда растение заболело, а упреждающее действие должно быть. Обработка фунгицидами обязательно. Потому что погода у нас белорусская. Вторая половина лета. Начинаются холодные ночи, да и дни уже не очень теплые. Начинаются дожди. И на растениях появляются желтые пятна. То есть если мы сейчас обработаем, ну это тоже неплохо. Мы не обработали весной, можно обработать сейчас. Но эти пятна мы в этом году уже не уберем. Единственное, чего мы достигнем, мы убьем споры грибов. И на следующий год они не будут. Но лучше всего, как профилактика. Как профилактика простуды мы делаем прививку. Как профилактика грибных заболеваний надо обработать фунгицидами. Две-три обработки весной. То есть примерно с 10-дневным интервалом нужно обработать. И вы тогда не получите вот таких малосимпатичных соцветий. Но в следующем году это не будет, если даже вы сейчас это обработаете. Но вот этот сорт мне тоже очень нравится. Крупные ветки. Он достигает высоты примерно метр двадцать, метр пятьдесят. Но посмотрите, какие огромные шапки цветов. И вот то, о чем я говорила. Любая метельчатая гортензия, она как только начинается похолодание, холодные ночи, прохладные дни, она начинает розоветь. Замечательный сорт. А тоже один из моих любимых. Magical Flame. Ну вот такой небольшой экскурс по гортензиям нашего сада. На самом деле и у нас их гораздо больше, и селекционеры вывели их огромное количество. Но я благодарю вас за внимание, за то, что вы послушали. Если это было вам интересно, я буду очень рада. Если возникли у вас какие-то вопросы, пишите в комментариях, мы с удовольствием на них ответим. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok